Буквально неделю назад закончился призыв вооружённой силы. Традиционно после прохождения начальной военной и общевойсковой подготовки личный состав нового пополнения принимает присягу. Для 527 человек Брестской области, среди которых в этом году и представительницы прекрасного пола, этот день останется одним из самых памятных. Для этих ребят, которые сегодня приняли присягу, это событие останется на всю жизнь. А сам факт принятия этой присяги на священной земле Брестской крепости, оно делает его ещё более торжественным и более эмоциональным. От того, как эти ребята освоят военное мастерство, от того, как они будут служить, во многом будет зависеть и спокойствие жителей города Бреста. Вот почему я здесь, вот почему здесь представители общественных организаций, и вот почему эту традицию принятия военной присяги в крепости, я уверен, мы будем продолжать всегда. Эти военнослужащие пошли во все воинские части, которые есть у нас в Брестском гарнизоне. Это и 38-я отдельная десантно-штурмовая бригада, и 115-й зенитно-ракетный полк, и 111-я артиллерийская бригада, и 48-й батальон радиоэлектронной разведки. Те ребята, которые пришли сегодня, вот две недели мы на них смотрим в ходе общевойсковой подготовки, в ходе проведения с ними различных занятий, в том числе и стрельб. Все пришли с энтузиазмом, все здоровые, умные, грамотные, подготовленные. И я уверен, что они достойно справятся с теми задачами, достойно вольются в коллективы своих воинских частей, и достойно будут представлять свои регионы, откуда они приехали. В одном ряду военнослужащие срочной службы и те, кто будет служить по контракту. Таких в строю порядка 50 человек. В осеннем призыве и сын военного комиссара Брестской области. Он сам прошел в свое время путь от рядового до командира 115-го ракетно-зенитного полка. Сын пойдет по стопам отца и на деле узнает армейскую службу. Больше всего, что привлекало, это то, как ракеты покоряют небо. Ну и, соответственно, рассказы отца о том, как он служил, что они делали. Чуть ли не каждый вечер можно было услышать что-то новое. Соответственно, захотелось посмотреть, проверить, скажем так, на собственном опыте, что это, каково это. После торжественного марша военнослужащие сдают оружие, а взамен получают фотографии и памятные подарки. Но самое радостное и волнительное событие – долгожданная встреча с родными и близкими. Я пришла поддержать любимого человека. Он служит, он только пошел служить. Чувствуется волнение, тревога. Пошли поддержать сына. На сегодняшний день для нас в первую очередь волнение, переживание. Желаем солдатам здоровья. Желаем, чтобы друг другу они помогали, поддерживали друг друга. Это большой шаг в моей жизни. Я, наверное, лет 13 хотел попасть в армию, а именно попасть в 38-ю отдельную десантную штурмовую бригаду. Для меня просто было мечтой. Мой отец служил здесь. Поэтому попасть сюда – это реально была моя мечта. Это не какие-то пустые слова. Впереди первая после призыва увольнительная. Это прекрасная возможность побыть в семейном кругу. Положительные эмоции помогут с новыми силами приступить к несению службы.